Когда-нибудь я куплю нужных продуктов и сделаю пиццу и прочее на нормальную, в смысле, стоявшуюся камеру на штативе. Сейчас я боролась между желанием записать и по-быстрому приготовить и поесть, так как я уже есть хочу. В итоге, внезапно, всё-таки, вот я заснимаю кусочек, как вот этот кусочек. Из такого вчерашнего кусочка, точнее, вчера из такого кусочка я сделала пиццу, которая вызвала много попоболи. В общем, вот у меня тут я посыпала на свой кухонный рабочий, скажем так, стол муки. Вот этой вот муки. И сейчас я буду раскатывать вот этой штуковиной, скалкой. А потом, может быть, ещё засниму вам. А пока на канал грузится моя пародия на ТКНН. Как я ещё учусь, потому что раньше готовила бабушка, моя мама, а я только помогала. И, будучи в детстве, а потом как-то мне с этим не сталкивалась, я с таким. Видимо, если вы приобретаете или вам приобретают однокомнатную квартиру чисто для вашего пользования и жития, то у вас просыпается хозяйка или хозяин. И вам иногда тянет разгрузить мозги не только на уборку физические упражнения или действия, но и на поготовить. При этом, если вы не умеете в программировании, вы не программист, то для разгруза мозгов вам подойдёт вот такое вот действие. В смысле готовка. Короче, в том тесте у меня было первое тесто, которое мне тётя задарила, как раз когда я купила вот эту свою малышку. Лепестрическую печку. Печку лепестрическую. Короче говоря, было тесто дрожжевое, слоёное. Оно у меня поднялось. Это было безрожжевым, в смысле и безрожжевое, но тоже слоёное. Оно не поднялось. Для меня же это всё новое. Хоть как бы, да, можно посмотреть, как это на Ютубе. Я на Ютубе уже посмотрела рецепт от них сухариков. Ролик и всё ещё не замонтирован в процессе. Но когда замонтируются, вы глянете. На Ютубе вообще до хрена всякого бреда. Так же, как идиотов. Ну и в книжке можно почитать. Но всё-таки намного интереснее и веселее. Главное, веселее. Не знаю, как, может, те, которые попобылили в ролике на 30 с лишним минуты про мою пиццу. В Каментах им не весело это. Ну, в общем, мне намного веселее делать всё методом научного тыканья. Конечно, я читала, как вот, что делать, сколько там времени печь, как раскатывать и тому подобное. Но почему-то у меня из квадратика вышло вот такое вот. И в тот раз я делала тонкое тесто на дрожжевом слоёном. И оно вот тонкое тесто не покатило. Но чуть потолще, оно очень даже покатило, и у меня поднялись вкусные такие пирожки получились. В принципе, те тоже были с кабачком вкусные. Хоть верующие в Лёльку то, что Лёлька зло, насики и прочие же с ними считают иначе. Тут я сделала тонкое тесто вчера в этой своей пицце, где оказалось, сыр надо положить не вниз, а вверх. Как мне потом тётя сказала, и остальные прочие люди по скриптум тоже заявляли. Вопили, точнее, с пеной у рта в комментах. И я боялась, что это тонкое тесто очень тонкое. Оно внезапно поднялось и было довольно-таки толстеньким. Тут я сделала ещё более, по-моему, тонкое тесто, чем вчера. Можно, блин, из него делать лапшу, которую я всё собираюсь никак не сделать, потому что когда у меня было молоко козье, у меня как-то не было такой физической или какой-то там возможности. А сейчас козьего молока нет, а я хотела на козье молоке. Хотя вообще-то её делала моя бабушка на обычном молоке коровьем. Короче, вот у меня из квадратика вышел вот такой, что вы видите. И я планирую сделать слойки с сыром, потому что у меня есть сыр. Потому что мне хочется слойков сыра. Причём, что получится, я буду процесс периодически вот так брать на руку и записывать. Разрезала хорошим своим ножиком, который мне от дедушки достался. Ибо обещали подарить, но не подарили. Но у меня есть отличный ножик. А потом уродни будут узнать, есть ли у них фигня, которая точит эти ножки, потому что другие ножки у меня не настолько острые. И я, конечно, всё это в глазах представляла, в мозгах своих, в фантазиях и так далее, и несколько иначе, но как вышло. Думаю, однажды у меня получится приготовить что-то, ну, не только вкусное, но и визуально красивое, чтобы все эти поповольцы вздохнули с облегчением. Потому что я знаю, они так переживают за меня. Спасибо, что переживаете. Наверное, надо было взять этот штатив. Ну, раз уж у меня всё такое спонтанное, короче, я решила сделать рулетик. Сыр, ну, не знаю, как это выйдет. И делал ли кто-нибудь так? Рулечка. Остальные как получится? Вот у меня здесь сыр. Второй раз уже беру такую нарезку. 80 рублей магнит у нас стоит, 150 грамм. Вообще, надо было бы повезать, потому что я жутко хочу есть, я сейчас съела кусок сыра. Вот что у меня вышло, я сливочным маслом это всё промаслила. Да, это у меня фольга со вчерашней пиццы. Тут получился ещё один рулетик. Здесь зафигаченные квадратиком или ещё как-то там сыр. Снова повторюсь, в моих мозгах это выделано несколько иначе. Сейчас я засуну это всё в печку на 10 минуточек. Ну, а потом буду супом есть. Ну, и засниму вам. Вот она у меня уже на 200 градусах. На двойном прогреве с вентиляцией на 10 минут поставлена. Но я посмотрю, как оно будет. Может быть, как вчера на середине пути сделаю на 180 градусов. А может, остану на 200 градусов на 10 минут. Чисто эксперимента ради. А сейчас я, пожалуй, себе супа согрею. А то очень как кошечка кушать. Мне кажется, что надо слегка убавить газ. Вместе отопления. И пусть он будет 180. Да, тут у меня этот суп греется щиточнее, которыми я вчера кормила и сама ела со своей подружкой. Хоть ко мне на обед. Иногда. Хотя я сейчас переехала, да, вот, в посудомойке. В ракове, точнее, несколько разных посудин. То, в чем я и собираюсь есть. Вот еще кусок теста, который я выложила в муке, слегка обваляв. Ну, в смысле, поваляла по муке, чтобы он не прилипал к столу. И вот это сверху еще. Перевернула точнее. У меня уже вкусненько пахнет. Сыр выпал с ним, была кукушка такова. Вообще, кто-то другой, по-моему, был. Сейчас я возьму. Прихвачку. Да, наверное, надо было эту слоечку все-таки как-то засунзучить. Я не подумала, что сыр может протечь. На кукушку поставить. Вот оно. Мое рукотворчество. Всем приятного аппетита. Кто умеет лучше, заснимите, покажите и делайте ссылку в комментах на то, как вы делаете лучше. Я вас похвалю и буду на вас равняться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok